Всем привет! Меня зовут Виола и у меня маленькие глаза. Каждый день, делая себе макияж, я сталкиваюсь с такими проблемами, как новейшее веко и маленькие глаза, которые приходится удлинять в стороны с помощью темного цвета, черными тенями. Но, к сожалению, на каждый день макияж такой не очень удачно будет смотреться, поскольку глаза становятся очень черными и совершенно неповседневными. Но, делая макияж себе ежедневно просто стрелочками, я не удовлетворена. И поэтому я обратилась за помощью к Нине, надеясь, она спасет меня в этой ситуации. Надеюсь, Нина меня удовлетворила. И снова всем привет уже от меня. Вы уже познакомились с моей сегодняшней моделью, она рассказала все проблемы, которые она у себя нашла, и мы постараемся сегодня обязательно с ними справиться. И вот именно так выглядит тот макияж, который она делает каждый день сама. То есть, снова-таки, наше честное портфолио. Это вариант до тот, как она красится сама, вариант после то, чем закончится сегодняшнее наше видео. Всем приятного просмотра. Забыла еще об одной проблеме по поводу маленького века. К примеру, показывают блогеры какие-то видео с макияжем, со стрелочками крупными. Я вот со своим маленьким веком могу только вдоль ресниц провести. Хочется повторить, и ничего не получается. Да, да, не получается. Как бы делаю все, как говорят, даже пытаюсь для себя даже уменьшить стрелку, или делаю какие-то классные макияжи на веки, а потом они мне закрываются. Ну вот, новейшим веком. Ну, в общем, так вот не получается все равно. Будем пробовать, я думаю, сегодня все получится. У тебя там какие-то кавказские крови есть, или что там такое? Да, у меня по маминой линии из Армении люди родились. Ну, так видно, на фотографии не было видно этого. А так видно, конечно. Ну, на фотографиях, наверное, когда тональным кремом или пудрой, а потом фотографируешься, она выбирает. Нет, ну, тут же черты лица имеют значение. Как вы можете заметить, по чертам лица у Виолы есть какие-то немного восточные корни. Это видно не только по чертам лица, это видно еще и по цвету кожи. У кожи чуть-чуть желтоватого подтона. При этом синяки вокруг глаз, да, вот эти темные круги, они у нее не синие, не фиолетовые, как у нас больше славянок. Они у нее уходят немного в сине-красный, да. То есть такой оттеночек, который мы будем перекрывать, если это консилер, то он будет не розовый, а наоборот желтоватый, да. А если это корректор, то он будет больше зеленоватого подтона. Но, учитывая, какая у Виолы идеальная кожа, молодая и ровная, я думаю, что нам даже этого не потребуется, что он сам все перекроет. Когда Виола закрывает глазки, мы видим, что подбровное пространство у нее достаточно светлое. Можешь не закрывать, а просто вниз смотреть, да, тогда будет удобно. А вот именно в начале глаза, да, во внутреннем уголке и само подвижное веко, оно темнее. Вот этот вот момент мы немножко осветлим, чтобы визуально глазки увеличить, да, светлым цветом мы увеличиваем и вытягиваем вперед. Я буду использовать корректор, он примерно на полтона или даже на тон светлее основного тона. Это корректор MAC NC20, это бежевый такой оттеночек. И я нанесу его непосредственно туда, где у нас есть темные пятна, то есть от внутреннего века. Вот сюда. И под реснички. Пальчиком, вбивающими движениями, его втушую. Особенно обращайте внимание, когда вы тушуете края, чтобы не было видно перехода. И закрываем наш корректор тонким слоем консилера. Также консилер я нанесу вот сюда на носогубные складки, поскольку у Виолы здесь есть немножко морщинки. Мы их высветлим и тем самым вытянем на поверхность, чтобы их не было слишком заметно. И то же самое я сделаю вокруг губ, как снизу, так и сверху. Потому что здесь тоже пигментация кожи уходит немножко в темный оттенок. Если консилер забился в складочки, поправляем его пальчиком. Больше он туда забиваться не буду. И сразу же фиксируем пудрой все наши жидкие текстуры. Поехали к работе с бровями. Что можно сказать про бровки здесь? Как всегда, наша классическая форма. Если мы проводим от крыла носа через дальний край радужки глаза, то верхняя точка брови у меня находится здесь. То есть вот тут. Но реально она у Виолы чуть-чуть ближе вот сюда. То есть мы ее унесем подальше. И в этом будет заключаться наша коррекция формы в Раи. И намечаем. От нашей высшей точки я буду отводить линию в одну сторону и в другую. Давайте теперь перейдем к коррекции формы лица. Мы видим, что у нас есть излишние объемы вот здесь. Конкретно объемные части, которые нам необходимо будет немножко затемнить, чтобы придать этому лицу более овальный вид. Также мы видим, что линия роста волос уходит здесь достаточно глубоко. Вот волосики начинают расти у нас на лбу вот отсюда, практически возле брови. Достаточно густо. То есть это говорит о том, что здесь мы не будем наносить никакой коррекции. Вместо коррекции здесь уже работают темные волосы. Ну и в принципе у нас такие восточные скулы, я бы сказала. Я бы не хотела ничего здесь корректировать и менять. Наоборот, это очень красиво. Это такая особенность данного конкретного лица. Мы ее наоборот оставим, как она есть, чтобы это было естественно смотрелось, как это задумано природой. Я наношу перламутр на скулу. Вот сюда. На спинку носа, на центр лба, над губкой, под губкой. При этом, если на скулу мы наносим достаточно активно, то лоб, нос и вот этот центр буквально остатками того, что осталось на кисти. Чтобы это не выглядело каким-то блеском и ярким пятном. Я увожу перламутр ниже для того, чтобы сверху положить матовый корректор. И он тушевался по перламутру более легко и в большую дымку. Я даже нанесу немножко вот сюда, где у меня будет корректор, тоже для этого эффекта, чтобы корректор тушевался легче. И... нет, не надо так делать. Я знаю, что все любят это делать, но этого делать на самом деле не надо. Потому что вот наш объем, и под объемом будет проходить коррекция. Кроме того, у нас сейчас основная часть коррекции пойдет именно вот сюда, да, на выходе из темноты на объем. Нам нужно уменьшить вот эту долю объема, и для этого мы будем корректировать в основном сейчас вот здесь. Из тени я вывожу этот темный цвет на объем. То есть я не наношу конкретно пятно на эту часть, а вот тут, где у меня темно, где мы ничего не видим, сюда я ставлю кисть, и на выход я наношу темный цвет плоскостью кисти. В принципе, этого достаточно. Мы обращаем внимание на то, чтобы это не выглядело нарочито слишком ярко, то, что мы можем сделать на фотосессию, когда фотоаппарат съест объемы, да, но тем не менее в жизни, конечно же, это не должно быть какое-то яркое темное пятно, вы это понимаете. Давайте теперь рассмотрим глазки нашей красотки. Что мы увидим? Для начала Виола жалуется на то, что ее глаза малы. Если мы говорим про пропорции лица и про то, что наша верхняя точка находилась ближе, то относительно этого, в принципе, у Виолы все очень даже скомпоновано по своей природе, скажем правильно. То, что это отличается от классических канонов, это уже второй вопрос, вот те каноны, под которые мы пытаемся этот глазик подвести. То, что она говорит, что маленький глаз, я бы этого не сказала. У нас просто он кажется маленьким в связи с чем? В связи с тем, что расстояние от глаза и до начала роста волос, оно достаточно велико. Поэтому, то есть, если бы у нас лицо было вот в этом смысле, немножко волосы начинали у нас расти ближе, то все было бы более пропорционально. Именно вот это расстояние нам задает понятие о том, что вроде как глаза кажутся немного маленькие. Но, в принципе, опять-таки, к нашей коррекции при классическом макияже мы будем это все исправлять. Относительно новейшего века, я бы не сказала, что это прям слишком ярко выражено, бывает и похуже. Но да, оно, конечно же, немножко этого объема больше, чем мы можем найти у стандартного европейского глазика. И как мы с этим будем справляться, в общем-то, опять-таки, нашей классической схемой. Белая матовая тень, выбеливаем глазик. Дальше мы используем перламутр вместо тушевки карандаша под бровь. Обозначаем объемчик вокруг глазика. Вот здесь. Вот эта вот косточка, грубо говоря, весь наш лоб, он представляет себя один объем. И этот объем у нас делит линия. Как вариант, мы можем этот объем также обозначать и над бровью, то есть остатками перламутра на кисти завершать наш объемчик. Начинаем создание формы. Как всегда, мы начинаем с нижней линии. Нижняя линия века направлена вверх. Верхняя линия века направлена вниз. Для того, чтобы задать направление макияжу вверх, мы начинаем именно с нижней линии. Ставим карандаш острием в сторону самой линии и делаем штриховочку. До куда мы ее делаем? Наша линия нижнего века, она опускается до определенного момента. Вот, например, отсюда и дальше уже линия идет на плоскости. То есть мы не заходим ниже самой нижней точки. Штриховка по нижнему веку может быть достаточно хорошая, такая глубокая и достаточно широкая во плоскости. До куда мы доводим сюда? До слезнячка. По внешнему глазу у нас есть такой же слезнячок, как и во внутреннем. Только во внутреннем он у нас ярко выражен, видно хорошо. А во внешнем вам нужно присмотреться. Но он в любом случае есть. Так вот в сам слезнячок мы не лезем, потому что он представляет углубление. И если мы затемним его, то это углубление мы только усугубим. Поэтому до него дотянули эту штриховочку и остановились. Взяли плоскую кисточку, схватили краешек цвета карандаша и оттянули. То есть не берем сам цвет внутри, а только его край. И оттягиваем. Кисть лежит плашмя на коже, она прям лежит. То есть кисточка у нас не перпендикулярна коже, а именно лежит на коже. Схватили край, оттянули. Кстати говоря, если мы эту линию отводим более широкую, делаем, мы задаем сразу и размер глазика побольше. То есть, соответственно, мы сюда его тоже будем выводить на более какую-то большую площадь. Дальше переходим на неподвижное веко. И в данном случае мы также будем учитывать наше пожелание увеличить глазик. Если мы проследим направление нашей восходящей линии нижнего века, то мы увидим, что она создает направление вот сюда. И точно так же параллельно проводим эту линию. Даже не параллельно, а как бы мы ее дорисовываем для себя, делаем пометочку. Что вот именно в этом направлении у нас будет уходить макияж. Также обратите внимание, что эта линия параллельно линии брови, параллельно линии скулы, параллельно вот этой линии восхождения губки. То есть, весь макияж у нас строится под одним направлением. Все линии параллельны. От нашей отметочки мы начинаем заштриховывать вверх. Вот таким образом. Острие карандаша направлено в сторону складки. И обратите внимание, то же самое. Работает не острие карандаша, а работает его плоскость. Мы не рисуем полоски, а мы как бы плоскостью карандаша отдаем цвет карандаша на кожу. Докуда мы будем доводить? Точно так же наша верхняя точка находится вот здесь. Вот до сюда мы и будем доводить. Дальше туда не нужно этого делать. Если вы не хотите выстраивать форму именно карандашом, хотите работать только в теневой технике, вы можете делать то же самое тенями. Просто карандаш, он дает более детальную прорисовку, буквально по миллиметрам. В вариантах с тенью это просто будет накладывание тени по той же форме. Нижнее веко положили сюда. В верхнее веко определили эту точку и от нее положили в эту сторону. То есть то же самое, но не карандашом, а тенями. Но форма от этого в любом случае не изменится. Она выстраивается непосредственно по вашему глазику. Положили карандаш, взяли краешек цвета и точно так же плоскостью кисти оттушевали его. После растушевки не бойтесь добавлять глубины, то есть наносить темный цвет еще больше во внутреннюю часть и дальше немножко подтушевывать. Поехали дальше. Что нам нужно сделать? Нам нужно соединить эту линию и эту линию. То есть мы берем наш карандашик, через слезнячок переступаем и заштриховываем вот эту часть. Точно так же через складочку переступили и доводим вот сюда. Теперь нам нужно закончить с подвижным веком, как мы это сделали здесь. Велочка смотрит чуть-чуть вниз, к головку сюда. Острее карандаша смотрит во внешний угол глазика. Кладем снова-таки плоскость карандаша на глаз и заполняем подвижное веко карандашом. Докуда мы доводим штриховочку наш темный цвет? Мы доводим до середины радужки глаза. И отсюда будет направление вверх. То есть по диагонали мы это делаем, для того, чтобы снова-таки подтвердить наше восхождение глаза вверх. Мы закончили с созданием формы и переходим к наложению цвета. У Виолы очень красивые карие глаза, и мы хотим подчеркнуть их коричневый оттенок. Я буду использовать тени с синим пигментом. У меня будут оттенки сиреневых и фиолетовых. Это палетка Makeup Atelier T09. И у меня будут коричневые оттенки с розовым подтоном. То есть все-таки с синеватым, да, с холодным подтоном. Это палетка Atelier T19. Для начала я беру второй оттеночек в моей коричнево-розовой гамме. Я дублирую карандаш тени в том же порядке, в котором мы его наносили. То есть начинаем с нижней линии. Точно так же с трех кисточек направлено в сторону самого века и перекрываем карандашик. Не надо смотреть вверх. Смотри прямо, все хорошо. И так же берем край цвета и оттягиваем. Этот же оттеночек я нанесу по неподвижному веку. Наносим буквально у складочки. Так же, как мы это делали с карандашом. И потом берем край и оттушевываем. Чтобы тушевка была более мягкой, я возьму оттенок немного светлее и нанесу его на край тушевочки нашего темного цвета. Я возьму второй по светлоте оттеночек. Это цвет лилового оттенка. Мы накладываем этот фиолетовый оттеночек на внешний уголок подвижного века. Осторожно стушевываем переходы цветов между одним оттенком и другим. Точно так же плоскостью кисти из одного цвета в другой. Делаем легкую тушевку, едва касаясь кожи. Дальше я беру светлый, достаточно яркий розовый холодный оттенок. Я накладываю его из внутренней части на яблочко глаза. То есть не совсем во внутренний уголок, а вот здесь, начиная изнутри и на серединку. Промакивающими движениями накладываем и хватаем краешек и притушевываем так же плоскостью кисти. Граничку между лиловым и розовым я буду стирать таким средним оттеночком. И во внутренний уголок глаза я положу самый светлый розовый оттеночек из фиолетовой палитры. Этот цвет перламутровый и он даст нам некое подсвечивание внутри глазика. Перламутр наносим под бровь. И этим же перламутром мы можем немного подчищать какие-то наши недочеты. Если вы, допустим, навесли слишком много темного цвета, то перламутр съест этот цвет. Он уберет глубину и добавит больше объема. То есть он работает как пластик. И снова делаем нашу хитрость с синим оттенком. Я возьму синего цвета подводку и подведу линию ресничного края. Смотрим вниз. Смотрим. Вниз. Что нам осталось сделать с глазками? Это накрасить наши реснички. Смотрим вниз. Завершаем наш макияж. Это будет румяна и цвет на губы. Для румяна мы будем использовать холодные оттенки. Я буду смешивать фиолетовые с розовыми. Нам остались губки. Мы используем холодного также оттенка карандаш. Розовый, холодный, такой уходящий, тоже немножко фиолетовый цвет. Так, чтобы он хорошо сочетался с таким вот цветом глаз. И в принципе, он хорошо читается как таковой с восточной внешностью. Последнее, что я сделаю, я возьму прозрачный блеск для губ и нанесу на серединку наших губок. Покажу объем тем самым. И последний штрих. Фиксируем наш макияжик. Еще одни запахи приятные, да? Ну что ж, дорогие друзья мои, вот наш макияж и окончен. Давайте рассмотрим сам макияж поближе, а также рассмотрим наш вариант до, то, как виолета красится сама каждый день, и вариант после, который получился у нас. Вот и готов наш макияж на сегодня. Я надеюсь, он вам понравился. Ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на канал, и я с нетерпением жду вас всех моих новых видео. До встречи, всех люблю, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok